Москва Состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему социальному маршу за права москвичей. Коммерциализируй это. Единственная цель чиновничества, застывшего в низком поклоне перед Золотым Тельцом. Нынешний чиновник – враг человека. Он нажал на все болевые точки общества, выполняя чудовищный замысел Федерального Центра, в планах которого превратить Москву в раковый анклав, обслуживающий интересы обожравшихся паразитов. Такому анклаву люди не нужны. Ему необходимо послушное быдло. Это будет первая попытка за последний год провести в Москве акцию, четко направленную на социальные задачи. Проблема ЖКХ, проблемы транспорта, проблемы преступности, проблемы образования, детских садов. То есть все, что волнует простого москвича каждый день. Потому что мы очень много говорим про высокие материи, про политику, про парламент, про Путина, легитимность, нелегитимность, а вот простыми вещами, для того, чтобы расширить социальную базу. Москва, к сожалению, это уже не наш город, и не мы в нем распоряжаемся. Не мы, например, устанавливаем тарифы ЖКХ, которыми я, например, занимаюсь. Я как аудитор могу сказать, что эти тарифы ни на чем не основаны. Я разговаривала с людьми, которые их устанавливают. Ну вот буквально на условиях анонимности они мне рассказывали, как это происходит. Значит, собираются чиновники и говорят, а давайте увеличим на сток-то. Не, на сток-то, наверное, народ не потянет. Давайте на сток-то. Это не дело, в конце концов. Все это понимают, что тарифы должны рассчитываться от кубометра воды, водохранилища, от самых вот буквально себестоимости, электроэнергии и так далее. Так давайте же проведем независимый аудит. Если не умеете, я скажу чиновникам, я как профессиональный аудитор могу научить, как это делается. И мы эти требования выдвигаем на наших маршах. И 15 сентября, и 2 марта будем выдвигать. Потому что они этого реально боятся. Они прекрасно понимают, вот знает кошка, чье мясо съела, знает прекрасно, что это надо делать, и все время замалчивают. На протяжении 15-летней практики, значит, люди ждали сноса пятиэтажек. Надеялись на улучшение жилищных условий, очередники и неочередники. Люди годами не вставали на очередь, так как в департаменте жилищной политики их убеждали, что дом будет сноситься, вам все равно всем дадут по 18 метров. С приходом нашего уважаемого мэра, господина Собянина, значит, практика поменялась. Я хочу заметить, что закон, в принципе, не изменился. Изменилась практика переселения, да, департаментом жилищной политики. В лице господина Федосеева, да, вот как раз к тому, чей плакат надо нести. Людей выселяют опять в коммуналке. То есть, как получается, государству земля под нашим домом нужна. Не важно для чего, построить храм, торговый центр или что-то еще. Всех жителей этих домов, допустим, пока в добровольном порядке переселяют в Новую Москву, скоро это будет законодательно подкреплено, и нас всех социальных нанимателей будут переселять в Калужскую область. Для собственников жилых помещений будет подготовлено тоже много интересного. У них будет принудительный выкуп, да, то есть, равноценное жилье им будет предоставляться. Равноценное не в плане по общему количеству комнат или по общей площади жилого помещения, а равноценное. Что это значит? То есть, будет какая-то оценка БТИ или что-то. В общем, квартира стоимостью 8 миллионов будет оценена, ну, максимум в 4 миллиона. И собственник в принудительном порядке, отказавшийся от переселения, от договора мены, получит на руки 4 миллиона, и вот куда он хочет, где он сможет купить все квартиры, он там ее не снимет. Мы должны добиваться отмены постановления правительства Москвы номер 342 ПП об утверждении положения о проектах планировки, которое, как многие знают, кто с этим сталкивался, это просто строительство капитальных сооружений на огромных площадях особо охраняемых территорий. Например, в Серебряном Бару будет увеличена площадь застройки с 3%, в которой она была много лет, до 21% территории этой особо охраняемой территории. А будем добиваться внесения изменений в закон города Москвы об особо охраняемых природных территориях, против размещения, будем бороться против размещения там спортивных, досуг, развлекательных объектов. Дело в том, что народу, людям, жителям навязываются вот эти вот псевдопотребности, эти ложные идеи о том, что везде должны быть одни развлечения. И надо сказать, что это вообще стало признаком современной эпохи. Не осмысливаются, не осмысляются новые тенденции, которые есть в мире, тенденции к проведению такого одиночного досуга, общению с природой, о том, что в больших мегаполисах люди должны иметь возможность общаться с дикой природой, даже в городе. Напротив, людям навязываются вот эти вот вещи. Мы будем требовать прекращения действия программы города Москвы индустрии отдыха и туризма и прекращения всех псевдоблагоустроительных работ на существующих ООПТ и на тех территориях, которые в свое время по генплану 2020 года, до 2020 года, который был довольно вменяемый, были отведены под эти территории. Если люди не встанут и не скажут в один прекрасный момент, что мы не готовы на 12-часовой рабочий день, мы не готовы к тому, чтобы у нас отнимали даже те права, которые прописаны в нынешнем несовершенном трудовом кодексе. Тем не менее, вот вчера специально даже выписал в новой газете очередная инициатива очередного гражданина Сергея Пепелеева о том, что у нас, оказывается, слишком много могут, благодаря нынешнему трудовому кодексу рабочие, они могут бастовать, как бы хорошо внести поправки, чтобы люди были окончательно крепостными. И мы наблюдаем такие случаи по Москве везде. Ведь речь же идет не только о защите современных прав тех граждан, которые у нас сейчас работают. Речь действительно идет и о защите тех прав, которые люди, приезжая в Москву, приобретали, работая здесь на предприятиях. Широко стала известна история, которая превратилась, по сути, в федеральный конфликт на Большом Савинском переулке, где бывшим работникам московского шелка фактически устроили самую настоящую сталинградскую битву не на жизнь, а на смерть, когда людей с детьми, с семьями начали выкидывать на улицу. То есть на пустом месте умудрились создать конфликт федерального масштаба. И он продолжается. Это не единственный случай. Аналогичная ситуация на крупном предприятии в заводе «Салют», где на сегодняшний день это промышленные предприятия, инновационные по-настоящему, производящие лучшие газотурбинные двигатели в мире, имеющие крупный китайский заказ. Тем не менее, его сейчас подводят под приватизацию. А власти самого предприятия, то есть нынешние управленцы, вместо того, чтобы его развивать, стараются сделать так, чтобы жизнь тех самых работников, которые в свое время предыдущего руководства завода, а именно Елисеев, собирал по крупицам, выгнать на улицу из тех самых минимальных общежитий, тех самых минимальных прав, которые эти работники приобретают. Надо сказать, что, к сожалению, не все проблемы, отнюдь не все проблемы мы сумеем осветить данной акцией, я имею в виду социальным маршем, потому что их слишком много. И, безусловно, не все в состоянии сделать город, потому что очень многое решение зависит именно от федеральных властей, за которыми лежит основная долика ответственности, того бесправия, которое толкает людей сейчас на акции протеста. И очень хорошо то, что люди начали выходить, потому что до тех пор, пока каждый сидит у себя на кухне, пока каждый делится со своим соседом о том, что ему очень плохо живется, но при этом он не готов поднять свою пятую точку, выйти на улицу и решить эти права самостоятельно, мы с вами, к сожалению, как бы мы этого не хотели, ничего решить не сможем. Достаточно выйти на улицы города, пройти мимо любой стройплощадки, зайти в любой продуктовый магазин или в Макдональдс, что становится понятно, что на самом деле трудовые мигранты из иностранных государств занимают достаточно много рабочих мест у нас в городе. Выступал вице-шаронов, например, недавно заммэра по экономическим вопросам говорил о том, что в городе существует 6 миллионов 200 тысяч рабочих мест. Из них более трети, а именно 2 миллиона 200 тысяч мест, занято приезжими. Поэтому далее выступал руководитель управления ФМС по Москве Кириллова, которая с гордостью говорила, что за 10 месяцев 2012 года у нас, видите ли, в Москве зарегистрировано полтора миллиона иностранных мигрантов. При этом чиновники нам открыто в глаза, смеясь, говорят, что квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2013 год остается прежней. Всего 200 тысяч человек. Они что, держат за идиотов, что ли? И более того, в декабре месяце под давлением трудовых сетей возвращен принцип того, что 25% от штата магазинов могут составлять иностранные работники. Достаточно зайти в любой магазин, в любую пятерочку или седьмой континент, где по внешнему виду и по уровню владения русским языком работников очевидно, что 90% из них являются не то, что коренными москвичами, но вообще были рождены вне территории Российской Федерации. Мы, члены Горкомитета, прекрасно понимаем, что это не вина этих людей, что они здесь работают. Но в то же время мы отдаем себе отчет, что наличие у нас в городе сотен тысяч бесправных людей, готовых работать за меньшую заработную плату, готовых жить в нечеловеческих условиях, в отселенных домах и подвалах, это выгодно небольшой кучке бизнесменов, работодателей, коррумпированных чиновников, а также крешующих их сотрудников правоохранительных органов. И нам кажется, что мы, миллионы горожан, не должны расплачиваться за то, что у нас есть такие алчные сограждане. Оппозиция, вновь объединившаяся перед кругом проблем, все больше напоминающим зловещее кольцо окружения, решила провести 2 марта социальный марш, выведя на улицы москвичей, которых Кремль и мэрия уже приговорили к закланию. А идти на это заклание или не идти, решать каждому москвичу. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok